Сергей. Я дал. Вот Александра Жукова дай сначала. Я его не слышу. Это я. Да я вижу вас. Вы мне нужны-то как? Сейчас я отойду, вы разговариваете. Сейчас еще раз позвонитесь. Давай. На меня позвоните. Сейчас Сергей отойдет, вы на меня позвоните. Вы мне очень нужны. Да, сейчас я позвоню. А так мы не можем разговаривать? Да он сейчас там еще несколько разговоров, что он сейчас всех отцепит от нас, чтобы нам свободно говорить было. Хорошо, Игорь Тимович. Давайте на меня, выходите. Да, все, сейчас. Ну вот мы остались с вами, ладно. Значит, послушайте, я насчет Литвы узнал. К моему сожалению, Литва, литовские православные, они Московского патриархата, они не отказались чем-то помочь. Я действительно сожалею. Значит, здесь местный у нас, тоже Московского патриархата, он меня попросил подождать, значит, до конца марта, я ему... Алло. Алло. Что-то тут это так. Вам так видно? Сейчас будет видно, вот, включается. Вот, да, видно. Я ему позвонил в конце марта, он сказал, еще не готово. Вот эту неделю, я ищу, что он мне даст ответ. И сегодня, значит, еще, я говорил, в каких я отношениях с местными, вот, но тем не менее я спросил насчет приезда вот нашего священника. Это было... Потому что я не хотел к нему обращаться, потому что они меня знают как бунтаряль. Вот, который просто я... Ну, я уже говорил в нашей встрече до того, что я не молчу о том, что происходит, да? Что там, о масонстве этого митрополита и прочее. Ладно. Я, тем не менее, пошел к этому священнику. Вот. Я ему, я говорю, слушай, так как он пишет рапорты всегда митрополиту о состоянии, о чем говорит пастор, я ему говорю, слушай, никакого подвоха нет. Вот так и так есть человек. Ну, представил, вот Юрий Кураев называет, и я согласен величайшим проповедникам, вот что приехал человек с визитом, ну, все объяснено, как мне говорили. Вот. Он мне говорит, хорошо, я узнаю, вот, значит, нужно будет... Ну, он так мне ответил сразу же, говорит, хорошо, давай тогда нужно письмо от них, вот. Вот. Но потом он мне прислал какой-то, значит, это было позавчера, компромат от кого же. Был, как же этот священник, было ваше письмо священнику, он был из русской церкви, значит, вышел в русскую православную церковь за границей вступил, и когда он из Курска с обродом, и когда церкви объединились, он умер буквально в 94-м году. Как же его? Я могу даже сейчас что-то найти. Вы меня слышите? Я слышу вас. Да, я сейчас, значит... Я думаю, так, послушайте, этого не надо ничего. Ничего это не надо. Если они там уже какие-то розыски делают, мне там делать нечего. И мы едем с чувством любви, а они как сыскное бюро, гестапо какое-то. Кого разыскивают, когда перед Богом мы стоим-то? А, значит, патриархия одобряет, значит, они меня примут, они одобряют, они меня в отвал. Да зачем мне такие люди-то нужны? Ну, вот я... Я не могу ответить. Я, к моему сожалению, потому что насчет Литвы, я обращался к священнику, которого я знаю хорошо там, вот. Который когда-то венчал меня. И я к нему обратился, он сказал, подожди, я, говорит, должен спросить у там высших. Потому что я сам человек маленький. Он спросил, там отказали. Ладно, не буду, значит, ничего, отказали. Здесь еще, я еще раз, давайте мы вот эту неделю еще подождем. Я узнаю точно, может быть, здесь как-то все-таки этот священник, он, естественно, он не знал. Я объяснил ему, кто это, послал видео. Он нашел это письмо. Я ему тут же ответ отправил в том, что вот этот человек, он сам тоже... Я говорю, ты смотри, кого ты слушаешь. Во-первых, в чем он Лапкина обвиняет? В том, что тот бороду носит, в том, что Христа проповедует. Я говорю, ты что, такие обвинения ты принимаешь всерьез? Да, он говорит, ну да. И я присылал ему, говорю, вот смотри, это тот, которого там за кражей, когда он прислал, служил у Александра Мене, значит, вот, я свалили на Мене. Я говорю, вот кого, который был алкоголик, который воровал там сам. Говорит, да, вот все виноват. Вот этот священник не ответил. Так вот, я сейчас все-таки хочу, вот мне эта неделя, я почему не звонил? Мне эта неделя, я хочу вот конкретнее узнать. И мне еще должны протестанты дать ответ наши. Протестантам, с протестантами разговаривайте. От Попо подойдите, мне это не надо. Если они недостойны того, чтобы с ними встречаться. Им великие подарки приготовлены, она начинает дурью маяться, мне своих тут хватает. Так, я, вы, вы находитесь в Финляндии. В Кесеньке, да. Так, мне Литва не нужна, у меня там уже приготовлено место. Уже оттуда позвонили, уже ждут. Очень хорошо. Все, Литва, забудьте про Литву. В Латвии, где я буду, там мы найдем сами где-то. Нам нужна только Финляндия. Если есть знакомые выйти на монастырь, который недалеко от Осло, километров 100, нам бы этот адрес нужен. Православный монастырь. Там люди, я как слышал, очень хорошие. Православный монастырех какой-то. 100 километров от границы норвежской? Да, где-то от Осло. А Осло это в Норвегии, так 100 километров это Норвегия. Я и говорю в Норвегию. Это в Норвегии. Я постараюсь так. Так, нам открывают визу, видимо откроют. Нас очень ждут в Англии. Там по всей Англии теперь готовят, где встречаться, везут. То есть вы туда едете, да? Нет, мы сейчас не едем. Мы едем, 27 мая выезжаем. Летом, летом, да? 5 июня мы должны пересесть Шенгенскую зону. Да, потому что я искал возможность, так как вы не собирались ехать, как послать книги туда. Я думал, вот через библиотечный фонд это можно как-то переслать в Англию. Нет, нет, уже не надо ничего. Англия, выслали нам приглашение. Очень хорошо. Вот, мы теперь Шенгенскую должны получить восьмого, если все благополучно. И уже материалы заготовлены подать консульство, открыли английское в Новосибирске. Если нам открывают, нам путь открыт, тогда везде открыт. Сейчас по Франции уже проработали, в Италии там находятся неопределенно, где-то в Греции нас ждут. А это даже на трое суток, никаким образом, дольше останетесь в Англии. Они там работают, отпуск зарабатывают, чтобы вместе ехать, в Шотландию и везде. Там другой, а зачем я буду ломиться? Он не достоин, пусть сидит со своими щадами. Так вы, Игнатий Стехнович, ну тоже поймите, ладно, они такие, а люди-то здесь, люди-то в этом не виноваты. Я думаю, людям-то приезд нужен все-таки. Так что я постараюсь, хоть что-то попытаюсь сделать. Ну да. Видите, у них даже нет такого понятия, что такую даль, столько мы труда положим. Да, вернувшись оттуда, проехав от Португалии, пройдя Англию, Скандинавию и Прибалтику все, мы уходим на север, еще 130 городовых сел должны пройти нынче. Игнатий Стехнович, сейчас, секунду, я, извините, скажите, сколько у вас сейчас время местное, какое у вас сейчас? У нас сейчас в данный момент 8 часов 14 минут, 20. Почему 14 минут? 54. Подожди, я не вижу, минутку, минутку, минутку. Так, 20 часов 54 минуты. А, то есть у вас на 3 часа вперед. А, нет, 20 часов. У вас по-московски, да? На 4 у нас, у нас сейчас, ну, если без 5, у нас вот почти 5 часов вечера. У вас почти 9. У вас на 4 часа вперед у вас. Да, на 4 часа. Вот в это время выходите, маленько даже пораньше можно, пораньше лучше, на часах. Да, мы в прошлый раз разговаривали, как-то, по революции, вы мне сказали на 7 часов раньше, и так получалось, что на 3 часа ночи. Ну, ладно, сейчас, я уже сейчас знаю. Так, теперь, второе, вы мне на мейл.ру зайдите, вы сбросьте свои телефоны, адрес, я думал, я вас не найду. Так, на мейл.ру. Вы мне все напишите там, чтобы у нас в руках это было. Мы задержимся, нам один день от силы. Игнатий Тихонович, давайте я, мне проще, давайте я вам сейчас личным сообщением ВКонтакте скину свои телефоны и, этот, имейл, и адрес. В ВКонтакте-то я не захожу. А у вас ВВМ нет, в моем мире нету странички? Нет. Так, давайте, значит, так же. А вы можете на почтовый адрес мне скинуть. Так, ну, вот здесь вот мне сообщением, можете, я могу сейчас вот скинуть сообщением свои телефоны, в ВКонтакте, вот сейчас прямо. Я не могу ничего здесь делать, у меня не считается, я не знаю почему. В ВКонтакте можно послать на вторую страницу, которую я держу вторую страницу ВКонтакте, лучше на нее послать. А ВКонтакте какая страница там, что? Ну, у вас, которая самая основная, какая страница? Откуда я знаю, это я ВКонтакте не бываю, там работают модераторы. Игнатий Тихонович, я вот прямо сейчас в Скайпе сообщение вам перешлю, прямо здесь. Ну, у меня в Скайпе я не могу найти, ничего не работает. У меня нету здесь... Да почему? Ну, где оно, еще почему? Ну, вот где-то здесь он у нас, значит. Ну, где здесь? Я сейчас вам просто букву... Вот здесь открою. Все, 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 да, да. Вот, давайте. Сейчас буду посылать... Так, телефон. Давайте. Сейчас. Телефон, место, город, улица. Как вас найти? Там любой полицейский показал, чтобы... Сейчас. Жуков. Так, Александр Жуков. Кельченко, телефон. Вот она, показывает, что он пишет. Телефон. Так, плюс 358. Он не послал. Именно Тихонович. Так, подожди. Сергей, задержи того Александра. Этого из Филляния Александра Жукова я искал последние дни. Он мне крайне нужен. Да, я его держу, да. Держи его, потому что через него у меня могут быть адреса еще и на другие. На Данию, может быть, там, на Скандинавию. Нам нужно меньше одного дня там быть. А то там попка чеврышится, что-то так и была нам нужна. Я ухожу, да? Да будь ты рядом, не мешаешь это. Не мешает? Ну, хорошо. Нет, нисколько. Он сейчас пишет, прям в скайп, здесь же, внизу. Ты Александру-то сказал, чтобы он подождал? Да, он ждет. Ну, от меня не зависит. Вот этого Александра я очень хотел увидеть, потому что, если он потерялся, тогда у меня вообще только одна библиотека. Мне выйти надо на русскую диаспору. А сектанты или кто там, баптисты... Ха, и что делает глушитель? Сейчас я снимаю. Сейчас я снимаю. Сейчас я посмотрю. О, Александр Жуков. Господь же тебя наслал на меня. Так, а что тут буква-то 6Б? Это улица? Да, это улица. Я, патинские, патинские буквы. Ристипелон-Си, 6Б, 34. Вы не ошиблись, ничего тут? Нет. Ристипелон-Си. Ристипелон-Си. 6Б, это что 6Б? Дом 6, подъезд Б. А? Дом 6, подъезд Б. Подъезд Б. Ну вот так. А 34? Квартира. Квартира. А 0, 0, 390? Это индекс почтовый. Почтовый индекс. Почтовый индекс. Молодец. Ну все тогда, Александр. Давай, ищи, которые люди желают встретиться. Хорошо, Игнатий. Я готов. И хочу, чтобы вы нашли. Везде, я, действительно, очень себя чувствую. Что-то не слышно, ничего вас заглушило. Связь плохая, связь. Связь плохая. Так, вот. Подожди. Лучше тогда, ну напишите ВКонтакте здесь, контрольно. Вы меня только не бросайте. Уже в начале мая мы еще раз подтвердим. Хорошо. Меня интересуют все государства, где есть ваши знакомые, где есть русская диаспора. Все. И Швейцария, и Люксембург, все интересуют. Мы будем везде. Главное, это библиотека и встреча с людьми. Хорошо. Мы едем с великими дарами. Поясните. Да, я понимаю, я помню. Так что мы никому втягость не будем. Вы говорили всегда, Депепт. Да. Вот тогда давайте, значит, ну что, я продолжу здесь что-то, давайте, я вас буду держать в курсе. Время я знаю, что я буду держать в курсе. Ну, плохая связь, плохо слышно. Слушай внимательно, я спрошу один вопрос. Вы сегодня или вчера чувствовали как-то, что я вас ищу? Мысли... Я, как бы сказать, я, ну, Игнарий Стивенович, я чувствовал, то есть вот, у меня здесь пишет адрес Иисусская библиотека. Я думал, что вот это... Еще не слышно. Подожди. Ни одного слова не слыхать. Не слышно. Вот сейчас... Я постоянно помнил о нашем разговоре. Да, да. Я постоянно, я не запутал. Поэтому я ведь не то, что я расслабился и вдруг почувствовал. Я всегда чувствовал необходимость. То есть вот это что-то делал. Молодец. Я благодарен вам. Вы с меня просто... Это не ведение, тьму развели, что вы помните. И обязательно в мае приготовьте, где только есть знакомые, где есть русская диаспора во всех государствах до Португалии. Нас интересует все. Мы пролетим оттуда как ветер. Нам один месяц дан. Один месяц. А из них дня три-четыре только Англия поглотить. Если откроют, нам туда визу. Да. Хорошо, что ты подожди. Все тогда. Ладно, отходите тогда уже. Что? Какие вопросы? Заготовьте на следующий раз. С вопросами подходите. Все, с Богом. Все, с Богом. Благодарю вас. Молодец. Ну что, давай. Сергей. Сейчас я зайду, а не... Так, отрывай. Нет идеи. Да, можешь оторвать.